Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях историк, наш эксперт по Третьему рейху, автор книги «Фашизм. ЦФ. Нацизм» Константин Александрович Залес. Константин Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлый раз мы разговаривали с вами о 43-м годе, переломном годе в войне. Сегодня 44-й, битва обреченных. Какой ситуацией оказалась Германия после 43-го года? Коренной перелом 43-го года касается только советско-германской границы фронта или он коснулся всех аспектов жизни Германии? Да, действительно. Когда мы говорили в прошлый раз о 43-м годе, как раз это был коренной перелом. Мы, естественно, акцентировались на советско-германском фронте, потому что там он произошел. Но действительно, в 44-м году, к 44-му году, этот самый коренной перелом, он произошел везде. То есть в этом, наверное, и смысл фразы коренной перелом, что он не перелом на советско-германском фронте, а он перелом, в принципе, во Второй мировой войне. Ну, то, что касается Германии, Тихоянский театр военных действий, он особенно стоит. Причем 44-й год он стал не переломным, а вот уже действительно битвой обреченных, для Германии не только на фронтах. Дело в том, что к началу 44-го года, вот как раз в ходе этого самого коренного перелома 43-го года, произошло следующее. Значит, вермахт стал резко терять свою боеспособность. То есть, несмотря на то, что всеми силами как формировались новые дивизии, как-то затыкались дыры, за счет притока резкого притока иностранных рабочих в Рейх освобождались кадры немецких немцев, которых отправляли на фронт. Несмотря на все это, вермахт терял в качестве. Почему? Потому что постоянно выбивался наиболее подготовленный состав. Ну, то есть, как бы там хорошо немцы не воевали, все равно они гибли. Это очень показательно, когда мы говорим не о сухопутном фронте, потому что сухопутный фронт тоже самое, только в более широких масштабах, поэтому о тем значительно более сложно говорить. А когда мы говорим, предположим, о Люфтваффе или о Криксмарины, то есть, когда мы говорим о подводниках, вот эти пираты-фюреры, которые на подводных лодках топили какие-то совершенно бешеные количество тоннажа, или пилоты Люфтваффе, эксперты, как их называли, эксперты Люфтваффе, которые там наколотили какое-то бешеное количество, в том числе наших самолетов, что на самом деле не совсем правда, но доказать это практически невозможно. Вот это такая штука, что по документам эти эксперты Люфтваффе наколотили вот такое-то количество наших, ну, прежде всего, наших, ну, не только наших, самолетов, и это все подтверждено, а вот у нас столько самолетов не погибло. Вот такая вот дилемма получается. Но сказать, кто из них соврал, и где какие-то, так сказать, сколько конкретно, это, не, ну, может быть, кто-нибудь как-нибудь положит жизнь на это, вот, ну, что вот потратит такое бешеное количество времени, вот на эту сверку, чтобы по фронтам все соотнести место падения, ну, это работа адская совершенно. Я думаю, что никого руки просто не дойдут до этого. Но, тем не менее, это так. Ну, и вот получилось так, что все вот эти вот ас-эксперты, простите, не ас-эксперты, это у нас, эксперты Люфтваффе, они когда-нибудь гибли. Они либо гибли, либо уходили на тренерскую, ну, на инструкторскую работу. Ну, их отзывали от Фосфонта, и, значит, чтобы не было каких-то проблем, и отзывали туда. То есть, и также то же самое с подводниками. То есть, вот эти все подводники, которые были там героями немецкой пропаганды, там, в сороковом, в сорок первом, в сорок втором годах, в сорок третьем, они уже к этому моменту, к сорок четвертому, начали гибнуть. Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. «Наши преимущества» – это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход каждому автору. Подробности в описании. А, соответственно, что значит? А на их место приходят новые, но новые-то опыт не тот, значит, качество начинает снижаться. И вот это было уже в сорок четвертом году, этот процесс был необратим. Кроме того, значит, внутри Германии тоже произошел, в общем, вот этот вот моральный перелом. Нет, нельзя сказать, что люди стали, скажем так, вот стали говорить, что надо фюрера под нож. Нет, не так. Но люди в сорок третьем году пошли на взлет, ну, плохое слово, на взлет, стали резко расширяться стратегические бомбардировки, а в сорок четвертом году эти стратегические бомбардировки, они приняли совершенно необратимый характер. Вот, то есть они, ну, позже к ним еще, может быть, вернемся, но, значит, вот там суть была в том, что люди начали говорить, что эти стратегические бомбардировки – это им возмездие, в том числе за антиеврейскую политику. Нельзя сказать, что люди выступали против нацистов, но стал такой определенный фатализм. То есть что на фронте, и у солдат на фронте тоже, что они, вот они гибнут. То есть они гибнут, да, за Германию, да, чтобы предотвратить наступление вот варваров, то есть нас, но они гибнут. И вот это, скажем так, начало сильно давить. На Германию. Это не был еще полный кризис, то есть нельзя было сказать, что вот сейчас все обрушится, и кто-то там восстание начнет поднимать. Никто восстание поднимать не собирался. Но если говорить так достаточно условно, то в начале 44-го года Германия оказалась, скажем так, очень условно в той ситуации, в какой она оказалась в Первой мировой войне накануне краха. То есть вот сейчас, условно в начале 44-го года, вот надо заключать мир на каких-то условиях там и сохранять Германию, пока на ее территорию не вступили страны антигибской коалиции. Примерно, примерно то же самое. То есть население страдает, но армия боеспособна, армия в общем готова еще какое-то время сопротивляться, у нее есть какой-то определенный потенциал, но наступательного потенциала уже нет. С наступательным потенциалом уже очень плохо. Уже начинаются проблемы с тем, чем насыщать фронт. Мы много это читали, все пишут, значит, вот экономическое чудо Альберто Шпеер. Вот в 44-м году резкий рост производства, тем не менее все заполняется, заполняется, фронт получает необходимую технику. В общем, есть чем воевать. Значит, это немножко достаточно лукавые цифры. Дело в том, что, во-первых, темп производства, который был в 44-м году в Германии, он действительно рос, действительно. Действительно, 44-й год стал самым продуктивным для Германии. Но это шло именно по инерции наращивания темпов производства. Они в 43-м наращивались, они потом тоже наращивались. При этом уже с примерно середины 44-го года стратегические бомбардировки начали в общем и целом давать себя знать с точки зрения экономической части. Хотя они имели немножко другую цель, но в экономической тоже. То есть начались проблемы в экономике. Кроме того, в 43-м году на сторону антикитерской коалиции вступило целый ряд стран. Но, правда, они не такого значения имели, как казалось бы. То есть это Ирак, Боливия, Иран, Колумбия, Либерия. То есть страны, которые не участвовали. Но тоже и Италия. То есть Италия тоже вступила в войну против Германии. Сюжет показателей. Один союзничек бежал. Но, кроме того, из-за того, что начали страны присоединяться, в основном, правда, это было в результате дипломатического давления Соединенных Штатов, но, тем не менее, нейтральные страны стали тоже сбоить. Ну, понятно, что они хотят уже. Кто будет сотрудничать со страной, которая явно идет на спад? А это значит, что у Германии начались проблемы с полезными ископаемыми. С вольфрамом, ну, так далее, тогда с никелем. То есть промышленность начала достаточно пробуксовывать. Кроме того, когда мы говорим о росте германской промышленности в 1944 году, у нас это очень интересно всегда, когда читаешь там где-нибудь, вот, значит, Шпейер, как здорово, как, вот, несмотря ни на что, развивается. Да давайте сравнивать тогда эти темпы с другими странами. То есть в Германии темпы военного производства растут, но они растут и в других странах. Это вот вопрос. Надо сравнивать, с какими темпами они растут по сравнению с другими. А они, по сравнению с другими, растут меньшими темпами. И поэтому проблемы у Германии начинаются и в экономике тоже. Проблемы начинаются, значит, во всем. Проблемы начинаются в том, что ответом на такие действия, естественно, начинается закручивание гаек во внутренней политике. Как раз на 1944 год начинается еще более жесткая антиеврейская политика. Начинается огромный приток иностранных рабочих. Соответственно, начинается введение чрезвычайно жестких мер против этих иностранных рабочих. Ну, чтобы они не как-то не вели себя, не составляли опасность для Третьего Рейха. То есть в общем и целом ситуация во всей Германии в начале 1944 года была в общем и целом уже совершенно не та. И она была именно тем, что Германия должна была вести битву обреченных. То есть что это значит? Это значит то, что и солдаты на фронте, и простые офицеры, они понимали. Они борются вот за то, что, как вот сейчас модно говорить, за то, чтобы создать наилучшие условия для переговоров. Вот так вот перевернуть. То есть и Гитлер в том числе, и его генералы. Гитлер еще в декабре 1943-го сказал это Манштейну, что главная и надежда Гитлера, как руководителя страны и соответственно его окружения, в том, что антигитерская коалиция развалится. Ну, потому что в чем смысл. Антигитерская коалиция составлена из стран, между которыми существуют непримиримые идеологические противоречия. То есть между нами и Англией, и Соединенными Штатами. То есть как основными игроками этой коалиции. То есть пока мы нужны Соединенным Штатам, они будут поставлять оружие, как только мы перестанем быть нужны Соединенным Штатам, они не будут поставлять оружие, или как только мы начнем представить им угрозу. Как только мы начнем представить им угрозу, возможно договоренность с Германией. Но для этого Германия должна показать, что она может сопротивляться. Вот для этого как раз Гитлер начинает в большем степени, он уже с этим был, когда мы говорили про 1942-й, про 1943-й, он начинает все подряд объявлять крепостями на Востоке. Вот там Харьков будет крепость, еще там Бердянск будет крепостью, все будет крепостями. Крепость – это суть том, фестум, то есть этот укрепрайон должен сопротивляться до последней капликновенной. То есть он сдаваться не должен. Он сдается, но это как бы случайность. Поэтому здесь война переходит именно в стадию, что надо держаться, чтобы выторговать какие-то условия в будущем мире, чтобы не терпеть поражения. Все равно терпят. А когда есть данные, соответственно, по изучению, мне широкого мнения, в населении Германии, то там народ начинает верить в чудо. То есть вот буквально в смысле этого слова. То есть вот когда мы там очень много... Там вундерваффе, да? Оружие возмездия, оружие спасения. То есть чудо-оружие. Какое-то чудо-оружие. И Геббельс в своей пропаганде постоянно подкидывает эти идеи. То есть действительно, кстати, в Германии в 1944 году начинаются там определенные какие-то подвижки. То есть изобретение... Ну, уже не изобретение, а развитие реактивных истребителей. Да, они не успели сыграть свою роль, но как бы есть. Да, уже эти Фау-1, Фау-2, то есть как бы ракеты, которые вот сейчас изменят ход войны. Ну, это ближе уже к концу войны. Даже Гитлер начал верить, что что-то чудо будет. Но, в принципе, всё население Германии, ну, в большинстве своём, оно вот начинает надеяться на чудо. То есть что вот что-то должно произойти, что их спасёт. Потому что вот был такой термин «тотальная война». И у нас очень часто, ну, не только у нас, везде, очень часто вот показывают Йозефа Геббельса, который выступает в дворце спорта в Берлине, в спортпаласе, то он кричит, «Хотите ли вы тотальную войну?» И там, значит, весь зал, поднимая руку в нацистском приветствии, кричит «да, да, мы хотим тотальную войну». Вот эта вот речь 43-го года. И как раз с 43-го года Гитлер, Геббельс там завёл, очень хорошо завёл толпу. На самом деле про тотальную войну он говорил там с года 40-го уже. То есть он уже тогда говорил, что чтобы сражаться в этой войне и победить, нужно вести тотальную войну. И тогда же как раз в 43-м году Геббельса и назначили уполномоченным по тотальной войне. Но назначить уполномоченным его назначили, но никакого аппарата ему не дали. И полномочий у него, в общем, мало было. То есть он как бы был рейхслейтером, гуляйтером Берлина, руководителем, имперским руководителем пропаганды, обербургомистром Берлина. То есть у него постов-то у него был министром, естественно, пропаганды. Постов у него было много, он мог свой аппарат использовать. Но каких-то таких вот особых полномочий он не получил. И он что, в принципе-то, хотел? Он хотел закрутить гайки в принципе его идеи тотальной войны, что, во-первых, все должны отдать все свои силы на войну, на победу и так далее. Ну, это стандартная ситуация. Он продолжал эту пропаганду разворачивать. А он, значит, хотел, что... Он хотел почистить государственные учреждения, то есть сокращать штаты, чтобы высвободить чиновников для отправки на фронт. У него это, ну, так, плохо получалось, потому что, естественно, никто ему не очень хотел ему идти навстречу. И вот это все у него и шло. Он просто наращивал пропаганду. А вот как раз в 44-м году, в 44-м, уже после покушения на Гитлера, когда мы дойдем... То есть это в июле 1944-го года, Гитлер распорядился создать специальные органы управления тотальной войной при Геббельсе. Был создан комитет, был создан исполнительный комитет, и Геббельс получил расширение своих полномочий. И вот здесь уже он начал как раз развивать и начал чистки в государственных учреждениях, уже на официальном, с официальными полномочиями, со всем. Он уже, значит, что он выступал, значит? Он, значит, выдвинул идею всеобщей трудовой повинности для мужчин и женщин, мобилизацию рабочей сил в оккупированных странах, создание полевых судов для элементов, разлагающих вооруженные силы, арест родственников солдат, которые сдавались в плен. То есть учреждение, что жесткие действия, и в рамках, кстати, тотальной войны, и начались первые мероприятия по не созданию еще, а еще подготовке создания, а потом это уже создание, фолькштурма. Вот это такое явление, как фолькштурм, ну, как это народное ополчение, условно говоря, но народное ополчение специфическое, потому что фолькштурм находился в подчинении партийного руководства. То есть это как бы ополчение, но оно находится, им командуют гуляйтеры, ну, или там бицерсляйтеры, блокляйтеры, ну, не блокляйтеры, все-таки там орцгруппенляйтеры, то есть это как бы партийное население под партийным руководством. Ну, то есть, условно говоря, даже не знаю, с чем это сравнить. То есть, если там позже Вервольф это будет типа партизанского движения, то фолькштурм это, ну, я даже не знаю, потому что они с нашими дивизиями народного ополчения невозможно сравнивать, это совершенно другое. Но, тем не менее, вот этот вот фолькштурм, куда записывали всех от там 18 до 65, тем не менее, это был вот такой непонятный суррогат, который должен, ну, что он должен делать? Он должен, ну, условно, при обороне своей собственного города, там, деревни, общины, этот фолькштурм должен помогать вооруженным силам сопротивляться. Вот, то есть, ну, я знаю, как там местная самооборона, там, ну, может быть, так примерно, под руководством своих партийных чиновников. И вот это как раз тотальная война, вот она как раз и развивалась. Но, тем не менее, вот эти, начало 44-го года, оно, опять-таки, было чрезвычайно близко связано вот с теми, как мы уже говорили, стратегическими бомбардировками. Эти бомбардировки, они длились весь 44-й год, ну, 45-й тоже, но 45-й просто достаточно короткий, поэтому там меньше, меньше было эффекта, и потом там уже практически все было разбомблено. В чем вообще, в принципе, была суть стратегических бомбардировок? Значит, суть стратегических бомбардировок заключалась в том, что это не простые бомбардировки, связанные с ведением военных действий. То есть, например, там наша авиация ведет, проводит операции в поддержку наземных войск, или там готовится наше наступление, соответственно, наша авиация, там бомбардировочная, штурмовая, она отрабатывает предполье, территорию, на которую наступают наши войска. Там, когда наши войска наступают, например, на тот же самый Кёнигсберг, ну, это 45-й год, то там Кёнигсберг порушили очень сильно. Причем порушила как наши артиллерии, так и наши авиации, так и авиация, которая прилетела от англоамериканцев, тоже центр города побомбила. Почему? это как бы вопрос военной целесообразности. Ну, как артиллерия там, или кто такая там, авиация, это там, ну, как ее иногда называют, летающая артиллерия. Вот, значит, вот это подготовка. А вот стратегические бомбардировки, это совсем другое. А стратегические бомбардировки в свое время эту идею выдвинул маршал авиации Харрис, англичанин, который возглавлял, был возглавлен как раз бомбардировочное командование. Ну, то есть отвечала бомбардировочная авиация. И идея его была следующая. Она была достаточно, я не знаю, она так бывает, хитрой и циничной. То есть он честно сказал, так сказать, что да, мы считаем, что наибольший эффект приводит бомбардировка точечная. То есть когда конкретно бомбардировочная авиация получает задание разбомбить тот или иной промышленное предприятие, тот или иной склад, тот или иной транспортный узел, ну, то есть завод шарикоподшипников разбомбить, значит, соответственно, не будет шарикоподшипников, не будет там ничего работать. И, конечно же, в связи с уровнем развития авиации на 44-й год такие точечные бомбардировки, учитывая, что они и так будут не очень точные, но все-таки это дневные бомбардировки. Потому что ночью без вариантов. Попасть точно, ну, в общем, никакой летчик не смотрит сейчас, там все наводится и все он видит. А тогда это было нереально. Соответственно, все это было изучено и какой был сделан вывод, что если бомбардировочная авиация будет вести вот такую политику, то ее будут сбивать. Вот. И, соответственно, потери бомбардировочной авиации будут настолько велики, что в какой-то момент Харрису будет нечем командовать. Поэтому он как раз какой сделал вывод, что, говорит, ну, тогда у нас есть вариант. Второй вариант это мы будем бомбить теми же масштабами, то есть там по 100, по 200, по 300 самолетов волнами, но бомбить будем ночью и по площадям. То есть вот выбираем город, я не знаю, любой Бамберг там, вот туда летит 100 самолетов, которые все равно где находится там в этом Бамберге какой-нибудь военный завод. Просто по площадям сбрасывает бомбы. Ну, наверное, заденет площадь большая, значит, и завод заодно разбомбил. Ну, Бамберг снесем, ну, и завод разбомбил. Да, будут потери среди гражданского населения большие, но, как заявил Харрис, тут у нас, говорит, выбор такой, либо бомбить, либо вообще не бомбить. Американцы сказали, что они ночью бомбить не будут, они все-таки будут днем бомбить, но тоже, в общем, будут стараться точечно, но если не получится, то по площадям. Вот. И после этого, значит, Харрис начал вот эти бомбардировки. Причем, очень быстро стало ясно, что бомбить заводы это абсолютно не целесообразно. Потому что заводы стоят и неудобно, и их еще и защищает. Зенитная артиллерия, то есть, в общем, проблемы. А если бомбить центр городов, то, во-первых, карты есть, ну, в общем, все удобно, все изучено. И поэтому, в общем и целом, ставка была сделана на именно ширкомасштабные ковровые бомбардировки городов. То есть, например, когда мы можем смотрим на Мюнхен, ну, на Мюнхен тоже можно посмотреть, ну, например, на Нюрнберг, он просто очень явно выражен, вот, там центр, крепость, ну, очень большая крепость, соответственно, а вокруг там город. И вот крепость его вымобили полностью. В крепости не было никогда никаких военных заводов. Ну, просто потому, что их там не было. Там даже войска не стояли, потому что там казармы не вмещаются. Там вот был фахверковый центр, его выбомбили. То же самое, как наверняка, если кто из вас был в Дрездене, видели центр Дрездена. Сейчас он в хорошем очень состоянии, его восстановили, когда при ГДР он был в плохом состоянии, потому что его не восстанавливали. Но, тем не менее, выбомбили, вот всю эту, значит, Венецию на... На чем он стоит-то? На Эльбе. Венецию на Эльбе, и просто весь центр выбомбили. Барочный центр. А почему? Зачем? А вот и бомбили, статонические ковровые бомбардировки. Англия бомбила. Причем бомбили именно для уничтожения. Это позже Харрис выдвинул идею, что такие бомбардировки, ну, учитывая, что ему стали говорить, что бомбардировки не приносят эффекта в смысле уничтожения заводов, он сказал, что тогда, говорит, у нас новая идея, мы добьемся того, что немецкий народ начнет проклинать свою власть, потому что, если мы бомбим, это значит, мы бомбим за проступки ее власти, и они подумают, что вот если бы этой власти не было, то мы бы не бомбили, та-та-та-та-та-та. Логика, как сейчас у американцев. Абсолютно такая же. Логика не сработала на 100%. Вообще. То есть, все вот эти бомбардировки, они привели к тому, что население в них винило только конкретно, ну, не то, что Харриса, но конкретно британские и американские ВВС. И пыталась сделать все, сплотиться, что, а вот мы, значит, выстоим от этих бомбардировок. То есть, в общем и целом, стратегические бомбардировки, кроме уничтожения германских городов, что, ну, с одной стороны, как бы жалко архитектуру, да, но с другой стороны, как бы война идет, да. В общем, немцев не особо жалко. Но, тем не менее, в общем и целом, их бесцельно отбомбились. То есть, сказать, что они принесли какой-то эффект, нельзя. Но, тем не менее, 44-й год стал пиком этих бомбардировок. Я приведу, значит, пример. В 1942 году английские, англичане сбросили 45 тысяч бомб, в 43-м 157 тысяч бомб, в 44-м 525 тысяч. При том, что американцы в 43-м сбросили 44, а в 44-м они сбросили почти 400 тысяч. То есть, на круг порядка чуть меньше миллиона тонн было сброшено на немецкие города. И это, естественно, как бы мешало Германии, но не сыграло решающего значения. Вот, потому что... Не сыграло решающего значения, потому что народ, наоборот, сплотился. И нас на самом деле надо отметить, что когда к концу уже 44-го года эти бомбардировки привели, принесли очень широкий размах, вот тот же самый Дрезден, который мы знаем. На самом деле, Дрезден сыграл свою роль, но больше произвело впечатление о бомбежке Гамбурга. Там здорово получило население. И, тем не менее, это привело к неопределенному хаосу в стране, но, несмотря ни на что, достаточно эффективно работали различные, созданные нацистами, органы, которые занимались обеспечением населения продовольствием, укрытием, транспортировкой в сельскую местность, о выделении мест на поездах. То есть, это все было, ну, скажем так, конечно, это, ну, все-таки это война, но, тем не менее, были организованы. То есть, люди прибывали, например, есть воспоминания различных людей, в том числе, Клемперара, к идеалу, указывается, что он прибывает там в какую-нибудь станцию, вот он сразу идет в конкретный пункт, где там местные добровольцы из Гитлерюгенда, там, или Союз немецких девушек, они организуют там питание, там, значит, какой-то там полевой котел, там, какие-то бутерброды делают, что-то там, то есть, тебе с голоду помереть не дадут, ну, роскошность, да, и везде сразу создаются, были созданы эти квартирные бюро, то есть, там, не только в городах, но и в деревнях, у бургомистов, ну, не бургомистов, а старосты, то есть, там приходишь, он дает направление, что вот можешь идти ночевать там с семьей, идти ночевать там куда-то. Началась эвакуация детей в летние, ну, как летние, в лагеря, в сельской местности, где их обеспечивают там, да, отрывают от родителей, родители не в восторге, естественно, но тем не менее, значит, да, и поэтому, кстати, популярностью не пользуются, родители пытаются как-то удержать детей, но тем не менее, создаются лагеря, куда отправятся дети, где они обеспечиваются питанием, так сказать, там крыша над головой, то есть, в общем, как-то что-то происходит, и в общем и целом население Германии видит, что нацистское правительство не бросает их на произвол судьбы, что идет, так сказать, какие-то меры принимаются по обеспечению населения, и это вызывает у населения, скажем так, уважение к власти и желание эту власть поддерживать, а, соответственно, тот, кто бомбы сверху бросает, желания его поддерживать нет никакого, вот это вот меняется, вот, значит, теперь, что у нас происходит на советско-германском фронте, почему я хочу выделить сейчас сначала отдельно советско-германский фронт, потому что 44-й год, как это не покажется странным, для Германии главные события не советско-германский фронт, хотя основные поражения они терпят именно там, и их цель именно удержаться против советско-германского фронта, но основные знаковые значения это покушение на Гитлера и высадка союзников в Нормандии, то есть открытие второго фронта. У нас со вторым фронтом есть определенные проблемы сейчас, поэтому мы сейчас к нему перейдем. Поэтому сначала скажем о советско-германском фронте, потому что, почему советско-германский фронт в данном случае не носит знакового значения? Потому что для Германии абсолютно ясно одно, на советско-германском фронте нужно держаться, 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 создавать крепости, не допустить большевистские орды на территорию Германии, потому что это смерть Германии. Соответственно, это стоять до последнего, и все. То есть здесь дилемма отсутствует. Тут нужно просто держаться. И как солдаты довели, солдат все не знают. Что происходит на советско-германском фронте? Здесь нужно, наверное, очень коротко нам упомянуть. Сейчас почему-то, я не могу сказать почему, неожиданно очень сильно вновь стал использоваться концепт десять сталинских ударов. То есть сейчас постоянно я начинаю слышать, что вот десять сталинских ударов 44-го года, которые решили исход войны, которые то, сё, пятое, десятое. Уже давным-давно этот вопрос обсужден военными специалистами. И ему дана конкретная оценка, что этот концепт десяти сталинских ударов, который высказал Иосиф Виссарионович в своей речи в ноябре, торжественной речи, в ноябре 44-го года, он там сказал, что вот десять ударов, а потом их сразу начали называть сталинскими ударами. И после войны этот концепт, значит, вот десять сталинских ударов. Эти удары, то есть это десять операций, выбранные достаточно случайно. То есть вот с начала года до конца года выбрали удары по всему фронту, вот десять операций. По какому принципу? По принципу, а вот чтобы весь фронт заняло. Все эти операции ни в коем случае не являлись составляющим одного плана. То есть не было такого плана, что вот надо провести сначала, значит, там первый удар, провести Ленинградско-Новгородскую операцию, а десятым ударом в конце года провести Петцамо-Киркенесскую операцию. Вот все это, знаете. А вот пятая операция, у нас будет операция... Пятый удар. У нас будет операция... Ничего подобного не было. Все эти операции разрабатывались теми или иными фронтами, согласовывались со Ставкой, решали проблемы на одном направлении, на другом направлении, на третьем направлении, на четвёртом направлении. То есть это была абсолютно нормальная работа Ставки, которая не предусматривала десять сталинских ударов. Она вообще их не предусматривала. Этот концепт, он чисто политический, идеологический. И вполне благополучно, он после 1953 года благополучно скончался, и эти десять сталинских ударов перестали... Сейчас вдруг неожиданно опять выплыли десять сталинских ударов. Но, тем не менее, надо сказать, что на Советско-Германском фронте уже в 1944 году никогда не прекращались военные действия, в смысле, на разных участках. Были, естественно, затишни, потому что фронт ведёт операции, он в час какое-то время усталый солдат наступает, соответственно, пауза в наступлении, после этого фронт останавливается, начинается подготовка к следующей операции, потом к следующей операции. Ну, так же, как-то на подходе к Варшаве, фронт выдохся, он должен был остановиться, отдохнуть. То есть идёт совершенно планомерная работа фронта, причём в 1944 году эта работа уже превосходит по своему уровню и по своему качеству те моменты, которые были в 1943 году. Уже в Советском Союзе воюет хорошо подготовленная и, что главное, мотивированная армия. И вот очень хорошие есть слова – армия-победительница. То есть это армия, которая побеждает. Солдату, ну, офицеру тоже, естественно, военносолдату, как имеется в виду, военнослужащему, ему очень важно вот это вот побеждать, это как бы это кураж. То есть попадается в кураж, и если солдаты, армия, дивизия, корпус, армия, фронт начинают побеждать, они начинают верить своим командующим. То есть нас ведёт командующий, который ведёт первого, и это чрезвычайно важно. Это очень дорогого стоит. Мы позже увидим это на примере одной из операций, если мы успеем к ней подойти. Вот то, что происходит на Советско-германском фронте, для немцев абсолютно всё понятно. То есть надо держаться, 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 и ещё раз держаться. Поэтому открытие второго фронта, то есть высадка в Нормандии, для Германии является чрезвычайно важным моментом. Сегодня у нас не так давно был юбилей высадки. С одной стороны, значит, мы имели счастье лицезреть, как наши бывшие союзники по антигидской коалиции праздновали эту высадку, объявив её чуть ли не самым главным событием всех времён и народов и войны. А с другой стороны, у нас появились по неизвестным мне причинам целый ряд материалов, которые говорили, да что там было-то, ничего там не было. Да фигня там была, ну типа там три лодки высадилась, и всё это фигня. При том, что в своё время Сталин отдельно выступил и сказал, что открытие второго фронта – это величайшее событие всех времён и народов, наш президент тоже об этом говорил, что тем не менее у нас масса людей, которые знают всё значительно лучше, чем Сталин или Путин, но все прекрасно ориентируются, говорят, что второй фронт – барахло всё. Значит, ничего подобного. Значит, с одной стороны, для западных держав открытие второго фронта, то есть операция Оверлорда и, соответственно, высадка в Нормандии – это абсолютно знаковая операция. То есть для них, для них, это операция, с которой они начали, в принципе, разгром Германии. Они начали. Вместе с нами, но они начали. Дело всё в том, что фронт, который действовал в Сицилии, это был фронт, скажем так, второстепенный. Это военные действия в Италии, и формально, если мы смотрим на конфигурацию фронта, цель военных действий в Италии могла быть, например, освобождение Италии. И всё. То есть выйти на границу Италии и остановиться. Например, можно дальше на Балкан идти, можно. Но в данном случае для наших союзников высадка в Нормандии – это именно наступление на Берлин. То есть вот прямое наступление. Не освобождение Франции. Там были в своё время очень хорошие заявления английского, ну, прежде всего английского, ну, и американского тоже командования, что когда армия высадится, нужно установить на территории Франции оккупационную администрацию. Ну, высадились, там же коллаборационисты, значит, оккупационная администрация. Именно поэтому Шарль де Гольф потом очень не любил вспоминать Нормандии, говорил, что освобождение Франции началось не с Нормандии, а с высадки на юге Франции. Потому что там принимали войска свободной Франции, вот там началось. А Нормандия – это не совсем освобождение. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, в общем и целом, да, конечно, союзники учитывали, что нужно высаживаться, потому как если Советский Союз, как говорится, освободит, то тогда просто придёшь поздно. Но, опять-таки, у них была разработана операция, которая предусматривала срочную высадку в той же самой Нормандии, там же выставку. Её разрабатывал тот же самый генерал Морган, который разрабатывал «Аверлорд». Всё это в одном. Это, значит, операция по высадке в случае, если немецкий фронт на востоке рухнул. То есть рухнул, немецкие войска начинают бежать на запад, за ними, значит, наступает наше войска. Вот здесь совершенно железно проводится операция, в принципе, как «Аверлорд», но немножко другая. Зачем? Ну, чтобы спасать. Именно чтобы захватывать и идти вперёд. То есть это всё было оговорено. Можно было подождать, в принципе. Но они решили, что не надо делать. С одной стороны. С другой стороны. Высадка союзников в Нормандии – это самая крупномасштабная десантная операция, которая бы когда-нибудь была. Три миллиона человек высадили. В день высадки, естественно, 150 тысяч, но, в принципе, там три миллиона. То есть это чрезвычайно ширкомасштабная операция. И самое главное ещё, и почему, кстати, Сталин достаточно высоко оценил важность и значение открытия Второго фронта, и почему Гитлер, и для Гитлера, и для его окружения, для немецких генералов, и вообще для всех, кто хоть что-нибудь тогда понимал, открытие Второго фронта было значительно более важным, знакомым событием, чем, я не знаю, потеря Варшавы, что угодно. Почему? Потому что высадка союзников в Нормандии показывала, что союзники собрались вести войну и наносить удар непосредственно по Германии. То есть вот те самые идеи, что «а вот теперь противоречия между союзниками», то есть что «надо вбить клин», вот тут становится ясно, что проблема очень большая. То есть союзники своим началом операции «Аверлорд» как бы говорят, не будем мы с вами договариваться, ребята. И Гитлер это чётко понимает. Поэтому для него высадка в Нормандии – это чрезвычайно важное знаковое событие. Знаковое оно по двум причинам. Первое. С одной стороны, что это показатель того, что вот не договоримся. А с другой стороны, это шанс на то, что, может быть, договоримся быстро, если её сорвём. То есть если высадка удаётся, как она удалась, то перспектив, в общем, по большому счёту нет. Гитлер будет потом находить соломинки, за которые он будет хвататься. Но, в принципе, это было ясно всем. Поэтому Гитлер изначально ставит цель, что высадка будет, он как бы верит. Причём, что самое интересное, вот здесь как раз тот самый момент, что чуть отвлекаясь, скажем, что Гитлер, когда на обсуждениях в Ставке шла речь о том, где будут высаживаться союзники, как раз указывал всё время на то место, где они высадились. А вот где вот высадились. А его генералы, весь генштаб и все остальные говорили, что там они не будут. Они будут высаживаться через Ла-Манш по самой короткой дороге. И Гитлер не стал с этим спорить, не стал вдаваться в подробности, сказал, укрепляйте много, смотрите за Нормандией. И, в принципе, основные силы немцев были брошены на укрепление Ла-Манш, то есть там, где не высадились союзники. Они высадились там, где указывал Гитлер. Кстати, вот показатель того, что он как всё-таки у него была какая-то, не знаю, может быть, там чуйка какая-то была, вот он мог определить всю эту ситуацию. Но, тем не менее, слава богу, не получилось. Ну и слава богу. И хорошо. Но, значит, и Гитлер поставил к следующей задаче, что если будет проведена высадка, то нужно немедленно сбросить их в море. Потому что если... То есть все подразумевают, что операция будет крупномасштабной. Соответственно, как показала практика, сначала высадилось 150 тысяч, которые захватили. Но сначала высадилось не 150 тысяч, сначала высадилось 30 тысяч. Потом, которые обеспечили плацдарм, на который высадилось, ещё 100 тысяч, которые обеспечили плацдарм на высадке трёх миллионов. То есть, соответственно, если на самом первом этапе не дать высадиться первой вот этой волне, то не высадится вторая, соответственно, не высадится третья, соответственно, сорвется высадка. А операцию подобного масштаба подготовить через месяц нельзя. Соответственно, это июнь, в июле нельзя, в августе нельзя, осенью никто не будет. Все, год. Если год, то, соответственно, обеспечен полностью Западный фронт, год на Западном фронте ничего не будет идти, и, самое главное, нет войск-союзников во Франции, и они не наступают на Германию. То есть остается вероятность вот этого конфликта внутри антигиптерской коалиции. То есть вот эта вот цель – скинуть союзников с тем, чтобы причем нанести им поражение, но не добиться их ни капитуляции, ничто, просто чтобы прекратить военные действия на Западе. Потом, позже, в Орденах это будет, в принципе, та же самая идея. То есть это нужно, чтобы вот этот вот самый фактор второго фронта ликвидировать. Поэтому открытие второго фронта чрезвычайно важно было и для Германии, и для наших союзников, и, еще раз скажу, для нас. Потому что Сталин настаивал на открытии второго фронта с, если я не ошибаюсь, с июня 1941 года. То есть он с тех пор, надо открывать второй фронт, надо открывать второй фронт. И, в конце концов, на тегеранской конференции было принято решение об открытии второго фронта. И Сталин тогда еще сказал Жукову, как вспоминал Жуков, что он считает, что Рузвельт выполнит свое обещание. Ну, как бы Сталин сказал, что если не выполнит, мы и сами справимся, но, в общем, что выполнит. И поэтому открытие второго фронта действительно очень важный, знаковый момент. Ну, для союзников он вообще как бы показатель того, что они молодцы, что они не стали до конца войны сидеть за морем. То есть как бы совсем они молодцы. И, значит, второй момент, который стал знаковым для Германии, это покушение на Гитлера, конечно же. Потому что это покушение, оно... Ну, на Гитлера там пытались покуситься и до этого. Никаких проблем с этим не было. Просто никогда это не доходило до такой близости исполнения. И не просто близости исполнения, а это был именно заговор. То есть когда там Эльснер заложил бомбу в Бюргер-Брой Келлер, так и, ну, и, кстати, вполне, типа задержался бы Гитлер, рвануло бы и убило бы, все нормально было бы. Но здесь это была операция, разработанная офицерами. То есть это были еще... был гражданский еще часть. То есть это показывает, что, в общем, существует какая-то организация, которая готова убрать Гитлера и претендует на то, чтобы, убрав Гитлера, даже гипотетически стать правителем Германии. То есть вот мы готовы сейчас все-все сейчас сделаем. Значит, другое дело, что как бы история, сразу отметим, да, история немецкого сопротивления, это история... это слезы. То есть это история бездарных и неполовинчатых действий, которые, по большому счету, ни к чему привести не могли. То есть даже вот эта вот самая операция «Валькирия», по большому счету, сделана настолько бездарно, настолько дилетантски, настолько, ну, неорганизованно, что если бы, гипотетически, Гитлер был бы убит, то, скорее всего, у них тоже бы ничего не получилось. Тоже, ну, Геринг был бы объявлен преемником и так далее. Значит, вот там можно очень долго и интересно рассказывать о покушении на Гитлера, но вот можно привести один... Значит, конечно, да, бомба взорвалась не там, ее там отодвинули, Штоффенберг не захотел потерять жизнь. Он решил все-таки как-то принять. Если бы он стоял с бомбой, наверное, она бы взорвалась там, где надо. Это так к слову, да? Ну, ладно, герой, ладно, пострадал, не будем к нему придираться, но тем не менее, это с одной стороны. С другой стороны, значит, вот, значит, это не удалось. Тем не менее, блокировали ставку, и пока что Оффенберг не прилетел в Берлин из Восточной Пруссии, никто вообще ничего не делал. То есть вот он прилетел, говорит, а что вы ничего не делаете-то? Они говорят, а мы не знаем, где-то погиб, или не погиб. Он говорит, погиб, все, давайте делать. И только тут что-то закрутил. Вот, отдали приказ Валькирии. Где-то его исполнять начали, где-то не начали. То есть вообще ничего не договорено, на местах своих людей нет. И, например, вот, да, приходят к Фрому, говорят, мы вот все уже решили, он говорит, а это что-то вам не верит. Говорит, тогда вы арестованы. Дальше. Дальше. Вот вершина показателя дилетантизма. Кого отправляют арестовывать Геббельса? Геббельс, обер-бургомистр Берлина и гуляйтер Берлина, то есть Большого Берлина. То есть это человек, который олицетворяет собой нацистскую власть в столице Германии. Его, естественно, нужно арестовать. Ну, тут заговорочные какие-то вопросы. Естественно, нужно арестовать Геббельса. Кого посылают арестовать Геббельса? Приказ об аресте Геббельса отдается охранному батальону Великой Германии, который командует майор Реммер, кавалер рыцарского креста, совершенно убежденный национал-социалист. Вот вопрос, как? И, кстати, он и едет арестовывать, приходит, говорит, господин Гуляйтер, я приехал вас арестовать. Тот его связывает с Гитлером, Гитлер производит его из майора в полковнике и отдает ему приказ ликвидировать мятеж. После чего батальон Реммера грузится на грузовики и едет на Бендерстрасс арестовывать заговорщика. И, наконец, самая квинтэссенция просто дилетантизма, опять-таки, на мой взгляд, это показатель того, что у них ни при каких обстоятельствах ничего не получилось. Когда Штаффенберг прибывает на Бендерстрассе, приказывает арестовать Фрома, и прибывает генерал Ветцлябин, который якобы должен взять на себя в шину, ничего не берет, но это другой вопрос. Тем не менее, он подписывает приказ о том, отдать кодовый сигнал по округам, о вводе в действие операция «Валькирия». Операция «Валькирия» – это план, который был подписан Гитлером о том, что в случае массированной высадки союзного десанта власть на местах переходит в руки командующих военной армии, военное положение объявляется. И поэтому, соответственно, заговорщики говорят, сейчас мы отдаем приказ, в руки армии переходит по приказу «Валькирия». Вся власть на территории Германии, там всех арестовывают, все хорошо, вот так вот будет. Значит, суть в следующем. Значит, Шталфенберг отдает пачку приказов, чтобы их разослали в округа. Он куда их приносит? Он их приносит в центр связи на Бендерштрассе, армии резерва. И отдает их, кому он их отдает? Капитану, который возглавляет этот центр. Капитан – убежденный нацист, его никто не отстраняет от должности. То есть нет, чтобы притискать, вот этот мой лейтенант Хефтон, который атъютант Шталфенберга, вот атъютант Хефтон назначается, пусть он отслит. Этот капитан запутал все, он переслал все приказы в разные места. Запутал все, чтобы они только не дошли. Потому что он понимает, что он верит фюреру, а тут какая-то бельбернат какая-то творится. Он взял все, запутал на всякий случай, и все. Заговор был обречен изначально. Несмотря на то, что СС проявила себя совершенно бездарно. Но в общем и целом немецкая, скажем так, вот эта вот инерция по поводу того, что мы присягу Гитлеру давали, какие проблемы, никаких проблем нет. И высший генералитет вообще не поддержал ничего. И в общем этот заговор рухнул. Но самое главное было то, что в результате заговора, во-первых, Гитлер потерял всякое доверие к армии, причем ко всей. Это при том, что армия большей частью, наоборот, она его поддержала, а наоборот назвали заговорщиков, ну, скажем так, тлюмпиных, какие-то там мятежники, которые пошли против Верховного команды, Голуна команды еще. Тем не менее, в общем и целом, там порядка 500 человек арестовали, порядка 200 человек, в общем-то, в той или иной степени уничтожили. То есть там кто-то покончил само с собой, кто-то был повешен. Ну, в общем-то, какое-то количество было. Но вот этот вот удар, с одной стороны, по Гитлеру, который, его отношение к армии, он был достаточно сильным. Кроме того, Гитлер, во-первых, на него очень здорово, большое влияние произвело вот это покушение. Он не пострадал. Ну, то есть нет, он пострадал. Имеется в виду, что он не был ранен. Он был контужен, у него порвались в ванной перепонке. Его, в общем-то, сконтузило. Во-первых, если до этого он себя считал человеком провидения, то после покушения он в это поверил совершенно окончательно. То есть вот он мессия, вот и все. То есть его хранит провидение ради великой цели. Вообще, когда бомба под столом взорвется, можно подумать, что провидение хранит. С одной стороны. Значит, с другой стороны, у него начали появляться достаточно завиральные мысли по поводу, значит... То есть он себя стал убеждать, особенно в том, что союзники теперь вообще точно будут разрывать Советским Союзом. Значит, с оружием возмездия у него начались определенные проблемы. То есть он тоже поверил в это все. Значит, есть несколько версий, которые мы не можем стопроцентно говорить, так это или нет, но, в общем, были моменты... Дело в том, что немецкая медицина, не только немецкая, мировая медицина, в то время практиковала определенное лечение с помощью наркотиков. Болеутоляющие. И когда после покушения был вызван врач, отоларинголог, который начал смазывать ему ушные раковины раствором кокаина. Это обычная ситуация. То есть это всегда смазывается для снижения болевых ощущений. И тут главное, что Гитлеру шибко понравилось. Он говорит, вот какое хорошее лечение. Вот прям чувствую себя. Не то, что боль сняли, а вот чувствую, как вот трэш пошел. Причем Гитлер на все время спрашивал, а вы меня наркоманом не сделаете? А фер, конечно, нет. Какие проблемы? И в какой-то момент этот врач сказал, что нет. Все, хорош. Типа два месяца или три. Все, курс закончен. Больше нет. А тем более уже болевые ощущения снили. И Гитлер так некое время очень шибко волновался по поводу того, что почему-то там настроение падает. Есть определенные моменты, которые смотришь, и они создают впечатление, что Гитлер начинает, скажем так, все дальше и дальше, он начинает принимать очень скоропалительные и очень резкие решения, которые, скажем так, они очень авантюрные. А в этой ситуации, в 44-го года, в второй половине 44-го года, авантюрные операции в общем и целом уже совсем не идут. И вот как раз давайте тогда не будем тогда про Ясу Кишиневскую операцию говорить, а скажем операции в Арденах. Почему? Потому что вот эта операция это тот же самый показатель с одной стороны того, что Гитлер находился уже достаточно в плену достаточно завиральных идей, и концепций, с одной стороны. А с другой стороны, это то, что он до конца, фактически до конца 44-го года, то есть уже полгода прошло с высадки в Нормандии, он лелеял мысль возможности решения вопроса с союзниками. И здесь он как раз начал продвигать эту идею, что будет нанесен удар в Арденах, там же, где был фактически нанесен в 40-м году, где была слава вермахта, вот там будет нанесен удар в Арденах, союзники будут опрокинуты, союзники будут, да, немецкие войска захватят мосты через МААС на первом этапе, захватят потом и перед МААСом, и после МААСа, захватят склады горючего, потому что они без горючего, они просто дальше двигаться не могут, расчет, да, то есть что танковые части должны захватить первый эшелон, там заправиться чужим горючим, потом наступать дальше. Суть приезжать к Ла-Маншу, желательно скинуть в Ла-Манш, тем самым поставить союзников перед возможностью, что они понесут достаточно большие потери, союзники не хотят нести большие потери, действительно, союзники не хотят нести большие потери, и тем самым вынудить их, ну вот скажем так, опять-таки, получить наиболее удобные стартовые позиции при переговорах и быстро начать переговоры, и вот здесь, используя противоречия с союзниками, между союзниками, добиться того, чтобы заключить там, какой мир на Западе, ну, как бы союзники, если они будут там прижаты, понятно, если там будет считаться, что там сейчас вот миллион, миллион, полтора человек погибет или в плен попадет, то они будут их спасать, соответственно, возможно, мир на Западе, тогда все перебрасывается на Восток, и уже что-то можно пытаться сделать. И вот, то есть, эта орденская операция, это в общем авантюра, причем авантюра с большой буквы, она вымотала оставшиеся, вот все, что было, она вымотала окончательно. Была создана, не создана одна, танковая армия была, пятая танковая, и была создана специально для удара, была создана 11-я танковая армия СС. То есть, она 11-я танковая, СС, в смысле, штаб СС, его вздавел Зебдитрих, туда, значит, вошли как раз элитные танковые дивизии СС, которые вот, на Гитлер надеялся, были созданы, была создана специальная бригада под командованием Ото Скорцени, операции Гриф, которая должна была в английской форме, в американской форме, действовать на территории противника, захватывать мосты. То есть, такая была операция разработана. В общем, провалили они все. То есть, значит, во-первых, главный удар должна была наносить 11-я танковая армия СС. Простите, шестая. Ошибся. Шестая танковая, прошу прощения. Шестая танковая армия СС. 11-я танковая армия была сформирована позже, и она не танковая, не армия, и не 11-я. Это группа Штейнера, так называлась. Ну, хоть СС. Да, ну, хоть СС, да. Но официально называлась. Да, это шестая. Да, шестая танковая армия СС Зеппа Дитриха. Она должна была наносить главный удар. Она не нанесла главный удар. Она закопалась, забилась на дорогу. В результате, в принципе, больший успех пришелся на пятую армию Хасса фон Монтейфеля. Он хоть там куда-то продвинулся, но, тем не менее, они склады не захватили, соответственно, дальше двигаться невозможно. Мосты через МААС не захватили, не получилось. Мало того, Бастонь, по большому счету, взять все равно не смогли. Тоже не смогли. И в результате, уже в декабре, уже там 3 декабря, уже американцы смогли перейти в контрнаступление. Уже там начались какие-то, ну, не сразу, но начались подвижки. Плюс мы ударили еще в Веслодерскую операцию, начали проводить. Ну, по просьбе союзников, союзники там. Сначала-то им там, ну, так, вломили. Ну, не то, чтобы критически, но вломили. Показали, что еще есть сил. Но потом оказалось, что сил вообще никаких нет. И вообще, немцы были вынуждены, Гитлер был вынужден отдать приказ и сворачивать операцию и перебрасывать шестую танк в армию в Венгрию, она туда начала уходить. То есть, в общем, в целом операцию провалили. Авантюра и авантюра. Угробили оставшиеся танки, которые были. То есть, вот эта вот операция в Орденах, она показывает как раз вот тот самый агонию с военной точки зрения агонию режима. Потому что вот туда было вложено в общем вот все, что смогли и ничего не получилось. То есть, да, был первый успех, но даже этот первый успех не был кардинальным. То есть, если, например, когда была высадка в Нормандии, то на участке, по-моему, на Юте американцы очень неудачно действовали и в какой-то момент Гералпатон буквально был на пороге того, чтобы отдать приказ о сворачивании десантной операции на этом участке, то тот же самый Гералпатон в Орденах уже не принимал никаких идей у него не было по поводу того, чтобы свернуть операцию или там начать отступление, ничего. Уже было понятно, что будет контрудар и что операция не будет иметь перспектив, тем более, учитывая наше наступление с Востока. Вот вкратце, что происходило в 1944 году. Ну, конечно, мы не смогли еще остановиться на польском восстании, на Ясокишиневской операции. Я хотел как раз с Ясокишиневской операцией поговорить. У нас есть еще минут 5-10. Почему я хотел отдельно остановиться на Ясокишиневской операции? Это операция, которая как раз проходила в августе 1944 года. Чем эта операция выдающаяся? Дело все в том, что Ясокишиневская операция, она как бы считается крупной операцией, но есть и крупнее ее. То есть та же самая операция Багратион, она больше, чем Ясокишиневская. другие есть операции, но Ясокишиневская операция показала, что наши военачальники, наше командование уже может планировать достаточно выдающиеся по своему значению операции, и главное, что чрезвычайно успешно их реализовывать. То есть Ясокишиневская операция, которая участие к нам в Матутин, принимала активное участие в ее разработке, в ее проведении, это как раз та самая операция, которая была разработана, а потом тот план, который был разработан, к которому готовились, был полностью реализован. То есть что предполагалось, то и выполнили. Что получилось в результате? В результате, в ходе Ясокишиневской операции, да, конечно, мы создали кулак, который превосходил противника по личному составу раза в полтора, по орудиям раза в более чем в два раза, по танкам более чем в шесть раз, по самолетам в три раза. То есть понятно, что мы создали более крупную группировку, но потом были нанесены удары, в результате которых была разгромлена германо-румынская группировка. Фактически, в результате, что произошло по результатам Ясокишиневской операции? Вместе было одновременно было инициировано антифашистское восстание в Румынии. То есть были проведены еще действия за фронтовой разведки. В результате Ясокишиневской операции не то, что были освобождены позиции, вот, был взят Кишинев, то есть Молдавия, было, что фактически из войны фактически вышла Румыния, из войны фактически вышла Болгария. То есть последствия этой операции не в ходе нее, а после нее. Это непосредственно последствия. И следующие последствия наши войска вышли на Балканы. То есть фактически Ясокишиневская операция решила судьбу Румынии, Болгарии, Сербии. Ну, Югославии в широком смысле этого слова. То есть трех... Ну, в большом счете она еще решила судьбу Турции, которая совершенно после Ясокишиневской операции неожиданно поняла, что она очень хочет присоединиться к антигитерской коалиции и присоединилась уже в 45-м году. И опять-таки все, как мы помним, все наши операции, они достаточно затратные были по потерям. То есть несли достаточно большие потери. Что же произошло в ходе Ясокишиневской операции? То есть вот как была подготовлена, как умело она была проведена, наши потери составили 67 тысяч человек, в том числе 13 тысяч погибшими, умершими и пропавшими без вести. Что потеряли наши... потерял противник. Противник потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести, где мы 13 тысяч, 135 тысяч человек, в 10 раз больше. И еще 200 тысяч пленными. Мы потеряли 75 танков и САУ. Противник потерял в 10 раз больше. Мы потеряли 108 орудий и минометов. Противник потерял 35 тысяч. Мы потеряли 100 самолетов, а не 300. То есть по всем параметрам... Ну, потери, в том числе, потому что они отступали, мы захватывали. А если потеря считается тот же там и танк, и орудие, подбитое... У нас подбитое орудие потеря не считается, потому что оно восстанавливается. У них подбитое орудие или не подбитое, но захваченное нами, естественно, считается потерей. И это как раз результат успешного наступления. Вот как раз такие данные. То есть ясо-кишиневская операция, это показатель... Потому что она, во-первых, компактная, она показала, что наши полководцы, наши войска уже не просто научились воевать, они воюют лучше немцев. Они их превосходят по всем параметрам, и эта армия победительница уже не даст никаких шансов. То есть вот если мы смотрим, она же достаточно короткая была, она проходила всего-то с 20 по 29 августа, то есть достаточно короткий период времени. И вот в принципе вот эта вот ясо-кишиневская операция, мы если на нее смотрим, это вот тот самый характерный показатель, один, который вот можно изучить и сказать, все, война закончена в том смысле, что никаких возможностей для реванша не может быть у Германии. Это только битва обреченных. То есть это уже конец. Все, что вы не можете сделать, это только продлить свою агонию. Вот ясо-кишиневская операция это и показала в полной мере. Да, потом был не самая удачная наша операция под Будапештом, но тем не менее вот ясо-кишиневская показала, что все остальное может быть затягивание войны, но это лишь затягивание. Все равно конец будет один. Ладно, спасибо большое. На сегодня все. До свидания. Спасибо, да, до свидания. Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наше преимущество это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход каждому автору. Подробности в описании. Субтитры сделал DimaTorzok